Самая злобная кукла в этой линейке. Между бровями даже есть морщинки. Он напоминает мне добрую бабулю. Всем привет! С вами Наташа Берсик или Наташа Поттер, и сегодня я сделаю обзор на кукол Драко Малфой и Гарри Поттер из коллекции Quidditch. Эта коллекция кукол от компании Mattel вышла следом за основной коллекцией в 2018 году. Подробнее об этой коллекции кукол я рассказала в обзоре на Гермиону. Если вы еще не видели, то переходите по подсказке. Quidditch это вымышленная спортивная игра, в которую играют в мире Гарри Поттера, летая на метлах, поэтому куклы идут в комплекте со своими метлами. В Хогвартсе в Quidditch играют сборные факультетов, Драко Малфой представляет факультет Слизерин, а Гарри Поттер факультет Гриффиндор. И в свою очередь Драко Малфой это школьный враг Гарри Поттера в Хогвартсе. То есть в этой коллекции вышли два соперника, и Драко Малфой настроен решительно. Пожалуй, это самая злобная кукла в этой линейке. Коробки кукол выглядят идентично, имена располагаются на флажках. С передней стороны на обеих коробках фотография персонажей из фильма. Чуть ниже название серии Гарри Поттер, на прозрачном пластике рельефная молния, а сбоку выпуклое тиснение Гарри Поттер. В качестве фона выступает газета Ежедневный пророк. С обратной стороны на коробках фотографии кукол на метлах. Указано, что они сделаны в Китае, и давайте распаковывать. В комплекте с каждой куклой есть золотой сничь, это мяч для игры. Ну что, пацанчики распакованы, надеюсь, в кадре не подерутся. И, кстати, они стоят без подставок, потому что их нет в комплекте. Но куклы и так устойчивые. Кукол я приобрела в магазине Империя Кукол, там есть не только эти куклы, но и другие по вселенной Гарри Поттера. Оставлю вам на них ссылочку в описании. Обе куклы представлены в форме ловцов, то есть в форме для игры в квиддич, которая представляет собой кофточку, штаны и мантию. У Драка форма в традиционных цветах Слизерина, а у Гарри Поттера в традиционных цветах Гриффиндора. Перед нами куклы-подростки. По росту они выше, чем Гермиона, но при этом ниже, чем кукла Кен, к примеру. С первого взгляда и первого ощущения заметно, что куклы качественные, хорошее качество аутфитов, материалов. Что касается сходства кукол и героев из фильма, то мне кажется, Гарри Поттер похож. И, наверное, его проще сделать похожим из-за таких атрибутов, как очки, шрам на лбу, прическа. Что касается Драко, то сначала мне показалось, что в фильме он не такой злобный. Но я нашла кадр, где у него точно такое же выражение лица, как у куклы. При этом мне кажется, что кукла выглядит старше, чем персонаж фильма. Напишите ваше мнение о сходстве кукол и реальных героев. И более подробный обзор я начну с Драко, потому что, как ни странно, про него больше писали в комментариях. Интересно, что можно сказать антигерой так любим зрителями. Лицо у Драко не только злобное, а, на мой взгляд, еще и какое-то брезгливое. Как будто он учуял, унюхал или скушал что-то невкусное. Также есть впечатление, что глаза у него напечатаны выше по молду. Но, судя по фотографиям в интернете, так почти у всех кукол Драко. И, возможно, это сделано специально для имитации мешков под глазами. Посмотрите, между бровями даже есть морщинки. Они молдированы. Это такая особенность молда, как будто он хмурится в данный момент времени. Брови с прорисованными волосками, ресниц на глазах нет, сами глазки голубого цвета. Губы естественного персикового оттенка. И при ближайшем рассмотрении печать на лице растровая, пиксельная. Но издалека это совсем незаметно. Точечки очень мелкие. Кстати, только сейчас заметила, что у этого лица еще есть и носогубки. То есть, в отличие от того же Гарри Поттера, у Драко есть морщинки в области носогубок. Молд очень детализированный. У куклы молдированные и окрашенные волосы. Я, в принципе, против таких волос ничего не имею, потому что это смотрится аккуратно. И гораздо легче сделать из резины подобную прическу, чем из настоящих волос. Волосы зализаны назад. В области лба они формы вдови пик. С обратной стороны они довольно короткие. И видна рельефная надпись Mattel. Таким образом выглядят ушки. Голова резиновая, мягкая, наклоняется в стороны и немножечко кивает. Мантия очень красивого изумрудного цвета. С передней стороны на ней герб факультета Slytherin. По сути, это наклейка, но качественная. У мантии расклешенные, не очень длинные рукава. Шелковистая серебряная подкладка на капюшоне. Смотрится очень красиво и дорого. И в целом вся мантия выглядит качественно и аккуратно. Материал накидки похож на плотный хлопок. Таким образом мантия выглядит с изнанки. А вот так пацанчик выглядит без нее. В глаза бросается защита, так как квиддич это травмоопасная игра. Имеются щитки на руках. Они выполнены из твердой резины. На них есть разрез и при желании можно снять. Также на кукле специфическая обувь, соединенная с наколенниками. Здесь помимо рельефных ремешков, также есть золотые акценты. На коленнике и вовсе выглядит очень реалистично. Внизу на обуви есть шнурочки. И с обратной стороны разрез для удобства снятия. Здесь мы замечаем, что ножка под обувью голая. То есть штаны заканчиваются внезапно. Они оказались короткими. И таким образом выглядит подошва с небольшим каблучком и рельефами. Футболка на кукле двухцветная. Выглядит довольно стильно. Герб факультета похож на какой-то модный лейбл. Она выполнена из довольно плотного и мягкого материала. С обратной стороны липучка по всей длине. Штаны бежевого цвета выполнены из вельвета. Материал очень приятный, мягкий на ощупь. И давайте снимем обувь, чтобы оценить длину этих штанов. Вот такие коротенькие, не очень солидные штанишки. Но это сделано для удобства переодевания куклы. И в полном образе совершенно незаметно, что они такие нереалистичные. С обратной стороны они на липучке. У куклы подростковое тело с довольно худенькими ножками. У Драко очень светлый скинтон. Молдированы трусики. Одна из кистей рук жестовая. Кстати, тело пластиковое, а кисти рук выполнены из резины. Из тела они вынимаются. И даже вынимаются ручки в области локтя. Таким образом кукла выглядит со спины. Здесь есть метка с 2018 годом. Что касается шарниров, то кукла полностью шарнирная. Это очень хорошо. Все шарниры хорошие, тугие. Так что в процессе игры, либо для фотографий, или размещения на полочке, кукле можно придавать разные позы. Теперь давайте вручим нашему спортсмену метлу. И, честно говоря, эти метлы мне больше напоминают кисти. Из-за своей формы. У вас тоже такая ассоциация? У каждой метлы есть подставка для ног. Она выполнена из пластика. Кажется, что вот эту подставку можно привести в движение, но на самом деле это не так. Древка тоже пластиковая, и по форме они сильно отличаются. У Драко на метле указана ее модель. Нимбус 2001. А у Гарри Поттера метла Нимбус 2000. И, кстати, упоминание этой метлы есть в газете. Само древко у метлы Гарри Поттера изогнутая и похожа на настоящую веточку с деревянными рельефами. И, в целом, эта метла мне больше нравится, чем метла Драко. Очень красивое сочетание бордово-коричневого цвета и золотого. А у Драко мрачная метелка. И вписывается в его угрюмый образ. Вот так Драко смотрится в руках с метлой. Вполне реалистично. А вот так он на ней летает. Было не так просто усадить его на метлу. Для этого нужно согнуть ножки на 90 градусов. И зажать подставку для ног между ножек. Кстати, для полной имитации игры в квиддич я вручила ему золотой снич. Он очень хорошо держится в его жестовой руке. Это такой своеобразный мячик для игры. У него есть крылья, потому что ранее для игры использовалась птица под названием золотой сниджет. У мячика рельефные крылышки, а выполнен он из резины. Время Гарри Поттера. И давайте сразу посмотрим, как он смотрится с метлой. Заценим полный образ. По-моему, очень классная кукла, и здорово, что они идут именно с метлами. Для меня это и вовсе такая ассоциация с волшебством. Так что эта коллекция по-своему атмосферная. И таким образом Гарри Поттер летает на своей метле в процессе игры в квиддич. Аутфит у куклы точно такой же, только выполнен в других цветах. И, конечно же, отличается эмблема на мантии. Здесь герб факультета Гриффиндор. У этой мантии красивый темно-бордовый цвет, а подкладка на капюшоне золотая. Тоже смотрится очень здорово и богато. Щитки на руках, а также обувь точно такая же, как у Драко. Также у кукол одинаковые штанишки. Ну, а на футболке тоже отличается только цвет и герб. В этой кукле наиболее интересно будет посмотреть на лицо и прическу. На мой взгляд, Гарри Поттер получился милым, добрым и узнаваемым. Но при этом немножко чудным. С некоторых ракурсов он напоминает мне добрую бабулю. Напишите в комментариях, как вам лицо этого Гарри Поттера. Кстати, сейчас на его голове есть резинка, которая удерживает очки. Но я ее сниму, потому что уж сильно инородно она смотрится. Я думаю, что очки и так будут держаться, потому что они здесь вставлены в прическу. То есть, по сути, в саму голову. И после снятия резинок очки все еще держатся на Гарри. И, как видите, они действительно вставляются в прическу. По бокам есть специальные отверстия для этого. И, кстати, можете посмотреть на Гарри Поттера без очков. Вот такой добряк, особенно на контрасте с угрюмым Драко. Правый глазик у куклы чуть пошире, чем левый. Цвет глаз голубой. Ресниц нет. Бровки коричневые, широкие. С волосинками у переносицы и на концах. На лбу есть шрамик. И его видно между прядками волос. Губы естественного нюдового цвета. Никаких морщин на лице. По сравнению с Драко он еще и выглядит моложе. Гарри Поттер нам очень добродушно улыбается. И возвращаем пареньку очки. Один из главных символов его образа. Это круглые очечки без линз. То есть здесь пусто. И они выполнены из пластика. Таким образом выглядят ушки. И, на мой взгляд, у этого Гарри Поттера очень удачная прическа. Несмотря на то, что она пластиковая. Сомневаюсь, что с помощью настоящих волос получилось бы сделать такие же прядки, как вы сейчас видите на экране. Таким образом прическа выглядит с обратной стороны. И на затылке тоже есть метка Мотел. Теперь давайте сравним кукол с образами героев в фильме. Как я уже говорила, Драко явно выглядит в фильме моложе, чем в образе куклы. На мантиях героев есть завязочки. Также у обоих персонажей есть перчатки. У кукол их нет. И, может быть, это и к лучшему, потому что у кукол, скорее всего, просто окрасили бы кисти рук. Ну что, за кого вы болеете? За Гарри Поттера или за Драко? За Гриффиндор или Слизерин? В общем, пишите в комментариях, как вам куклы. Они не остаются в моей коллекции. Я разыграю их среди спонсоров. Подробнее о спонсорстве вы можете узнать в описании. Вообще, я считаю, что для игровых кукол это чудесные куклы, качественные. И для фанатов Гарри Поттера самое то. Чаще улыбайтесь, любите котиков. И я желаю вам побед во всех соревнованиях. И всем пока-пока!